В Твери, как и по всей области, продолжаются масочные рейды. Проверку проводят специалисты Роспотребнадзора совместно с полицейскими. Сотрудники контролируют соблюдение предпринимателями и посетителями торговых точек требований противоэпидемической безопасности. К рейду присоединилась и наш корреспондент Наталья Чекет. Специалисты проверяют все. От разметки на полотне, соблюдения социальной дистанции до наличия дезинфицирующих средств и предупреждающей информации. В продуктовом магазине, который посетили представители ведомств, сотрудникам показали средства обеззараживания, запас масок и журналы учета температуры. Здесь ведется, видите, не первый месяц, сентябрь, август, все документы здесь. Все контактные поверхности. Стол в торговом зале. Что касается посетителей магазина, то все оказались дисциплинированными и соблюдают масочный режим. Однако, конечно, ситуации, когда покупатели отказываются надевать маску, случаются. Ссылаются на аллергию или просто не хотят. В таких ситуациях персонал вежливо договаривается с нерадивым посетителем. Если покупатели сначала выражали свое недовольство, но потом они все-таки одевали маски, и мы уже обслуживали только маску. Если вдруг у покупателей нет при себе масок, мы на кассах выдаем бесплатные. Это уже другой магазин косметики. Как рассказывает сотрудница, посетители ответственно относятся к предписанным мерам и даже духи вдыхают через маску. Через маску, да, потому что они очень яркие, поэтому ничего, какие-то жалобы возникают. Наличие антисептиков при входе тоже интересует сотрудников Роспотребнадзора. Впрочем, дезинфицирующее средство должно не просто присутствовать, а иметь правильный состав. Мы смотрим на состав, чтобы было составить либо спирт, либо хлор, содержащий. И если написано веро-лицидно, то это очень хорошо. Обладает теми свойствами, которые убивают вирусы. Представители ведомства обратили внимание и на наличие личных средств защиты для сотрудников магазинов. Одноразовую маску носить целый день нельзя. Необходимо соблюдать определенный интервал. Поэтому требуется запас масок и перчаток. Скажите, у вас есть запас масок? Ну, у нас, да, масочки. Масочки у нас. Водоемы, кто приходит без масок. По итогам проверки магазинов торгового центра нарушений обнаружено не было. Здесь предприниматели ответственно отнеслись к соблюдению противоэпидемических мер безопасности. В данном торговом центре нарушения не выявлены. Соответственно, составлять протоколы не за что. В других торговых местах есть нарушения. Протоколы составляются. Также выписывались предписания. Предписания исполняются. И все санитарные требования выполняются. Также выполняется постановление главного государственного санитарного врача. Напомним, что нарушителей масочного режима ждет штраф. Для индивидуальных предпринимателей он составит от 30 до 150 тысяч рублей. Для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Проверки соблюдения всех требований безопасности сотрудники Роспотребнадзора и полиции проводят регулярно. Причем посещают не только крупные торговые центры, но и сетевые, а также небольшие магазины.